Всем привет ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое быстрое видео, которое я не планировал снимать, потому что сейчас нахожусь в отпуске. Но сегодня происходят какие-то взрывные события на криптовалютном рынке, поэтому я решил вернуться к вам с небольшим включением. 29 сентября я купил биткоин сразу же после того, как прочитал комментарий под новым видео и написал об этом в телеграме. И я решил сделать это после того, как увидел, что индекс страха и жадности находится практически у минимальных своих значений за последние 3 года. Я уже не раз об этом говорил, но хочу повторить снова, этот индекс дает хорошее понимание того, когда нужно накапливать монеты, а когда фиксировать прибыль. Чего я только в комментариях не начитался тогда. Кроме этого, мы говорили об индикаторе CPR, месячное закрытие которого для меня было очень важным, ведь именно оно давало нам сигнал на рост или падение цены биткоина. Мы говорили о том, что если эти три линии CPR закроются ниже предыдущих, это будет сигналом на понижение цены и наоборот. И как мы видим, закрытие сентября показало, что CPR остается восходящим. Это и было сигналом на повышение цены для меня. И как мы видим, наша первая цель по CPR была достигнута вот здесь. Сопротивление продавцов было не столь существенным, поэтому мы и наблюдали этот прорыв цены вверх. Если этот уровень остается поддержкой и впредь, то нас ожидает вторая цель по CPR около 58700 долларов. Интересно отметить то, что на фоне роста криптовалютного рынка фондовый рынок до сих пор находится в падении. Это на заметку всем тем, кто рассказывает о синхронности движения фондового и криптовалютного рынков. Как мы видим, они не всегда коррелируют. Почему же сейчас они не коррелируют? Джордж Сорос продает свои акции и при этом вкладывает полученную выручку в криптовалюты. Об этом рассказала Дон Фипатрик, возглавляющая инвестиционный фонд Сороса в интервью Bloomberg. По ее словам, фонд также владеет некоторыми монетами из DeFi, а криптовалюты становятся мейнстримными. Она заявила, что Сорос рассматривает биткоин уже не только как способ защиты от инфляции. Учитывая превышение стоимости всех криптовалют отметки в 2 триллиона долларов, фонд считает, что криптовалюты становятся мейнстримом. Монеты, по мнению фонда Сороса, сами по себе не столь интересны, как способы использования криптовалют, в частности DeFi. Давай послушаем отрывок из ее интервью. Вот что интересно, я не уверена, что биткоин рассматривается только как защита от инфляции. Рыночная капитализация криптовалют превысила 2 триллиона долларов и 200 миллионов пользователей по всему миру, так что, думаю, они уже стали мейнстримными. Я думаю, криптовалюты уже массовый продукт. С нашей перспективой у нас есть несколько монет, но немного. Нас больше интересуют не сами монеты, а способы использования криптовалют, в частности DeFi. Интересно, что еще 3 года назад их позиция была совершенно другой. Они называли биткоин финансовым пузырем, а сегодня криптовалюта уже массово принимается, и они видят перспективу в использовании криптовалюты. Я думаю, что это большие новости для биткоина и его дальнейшего принятия, однако в этой новости есть один странный момент. Они объявили об этом только после того, как биткоин вырос с 40 до 50 тысяч долларов, но не говорили об этом неделю назад, когда биткоин стоил 40 тысяч. Вполне вероятно, что они закупались значительно раньше, чем сказали об этом публично, и скорее всего на отметках около 40 тысяч долларов. Также вспомним, что ФРС США заявил о том, что не будет запрещать биткоин и криптовалюты, как Китай. А это означает, что биткоин останется надолго и продолжит менять мир и жизни людей. Кроме этого, спрос на биткоин также растет. Это понятно, исходя из этого события. Вчера пятый по размеру банк в США, US Bank, заявил о том, что запускает биткоин-сервис. Зачем он это делает? Для того, чтобы удовлетворить спрос на криптовалюту со стороны своих клиентов. Это означает, что спрос действительно растет. И это тоже отличный признак того, что грядет институциональное принятие. Я думаю, в этом и кроется ключ того самого суперцикла, о котором мы говорили. Когда институционалы включат режим фома, биткоин наконец преодолеет отметку в 100 тысяч долларов. Поэтому я думаю, что бычий рынок все еще не закончен, потому что мы не видели этого институционального фома. К тому же, давай вернемся к этому графику, который мы с тобой уже не раз рассматривали. Посмотри на это. Весь этот растущий рынок находится выше одной главной линии поддержки, от которой мы совсем недавно отскочили вот здесь. Медвежий рынок в прошлые бычьи циклы начинался только после того, как цена пробивала главную линию поддержки. Как, например, вот здесь. Или вот здесь. Поэтому, пока цена биткоина не пробьет эту линию, медвежий рынок не начнется. А значит, мы все еще находимся в бычьем рынке, который продолжается с марта 2020. Сейчас мы находимся в очень важном моменте. Как ты видишь, тенью этой свечи мы уже пытались выйти выше этой средней линии. Почему это важно? Почему важно, чтобы эта линия стала поддержкой? Например, в этом растущем цикле, как мы видим, цена биткоина тоже отскочила от этой глобальной линии поддержки вверх. И после того, как она преодолела эту среднюю линию и закрепилась выше нее, нас ожидали большие, огромные зеленые свечи, которые буквально за несколько недель достигли нового исторического пика. И только лишь после достижения верхней границы этого канала нас ожидал медвежий рынок. Как видишь, сейчас мы боремся за то, чтобы эта средняя линия превратилась в поддержку, и если она ею станет. Я ожидаю огромный взрыв биткоина до верхней границы этого канала, по аналогии с прошлым циклом, в котором происходили похожие вещи, вот в этом цикле. Поэтому очень внимательно следи за тем, как будет вести себя этот уровень. Что ж, пока что, как ты видишь, все идет конкретно по плану, и бычий рынок продолжается с марта 2020 года, но если это изменится, я обязательно выпущу об этом видео на свой канал. Поэтому подпишись, чтобы его не пропустить, если что. Видимо, приходится уходить из отпуска раньше, чем я планировал, ведь происходят действительно интересные вещи, я просто не могу оставаться в стороне, греть свои кости где-то на шезлонге. Поэтому уже завтра увидимся в новых полноценных видео. Меня зовут Богатейщий Ди, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok